Почти 13 лет в Музее западного и восточного искусства отсутствует жемчужина коллекции. Полотно Микеланджело Мериди де Караваджо, поцелуй Иуды или взятие Христа под стражу. Но главное, в результате длительных разыскных мероприятий похищенную картину нашли. Окончен и процесс её реставрации. Но судебное заседание по делу о похищении продолжается. Суд перенесли на 20 октября. Это будет установочное заседание суда. И после этого мы имеем право подать клопотание, прошение о том, чтобы нам картину передали в музей на ответственное хранение. Пока не закончился суд, картина есть вещдок и может находиться только на ответственном хранении, либо в реставрационных мастерских, либо у нас. Тем временем в музее решили отпраздновать юбилейную дату – 450 лет со дня рождения Караваджо. Пока у нас нет оригинала, у меня пришла такая идея сделать небольшую выставку работ художников, как бы реплики на эту тему. Это тоже ребята, которые своего рода не вписались, может быть, в какую-то общеприимную систему. Но тем не менее, это интересные люди, личности. Также здесь представлена работа Степана Рябченко, молодой художник. Очень интересная трактовка картины «Взятие Христа под стражу». Вы можете ее видеть. Ну, я там свою работу оставил. На праздновании юбилея Караваджо присутствовал и сотрудник специального отдела МВД, который принимал участие в розыске картины и задержании преступников. Денис Фомичев даже написал книгу. Это художественное произведение по мотивам реальной истории похищения и поиска полотна. 2008 год, лето, преступники ночью через крышу похищают полотно поцелуида или взятие Христа по стражу. И в течение практически двух лет вся украинская милиция на то время ищет эту картину и благополучно находит ее в Берлине. В этой книге описаны все перипетии этой истории. Настоящие подробности поиска картины разглашать пока нельзя. Судебный процесс еще не окончен. С момента возвращения картины в Украину прошло уже 11 лет. И за это время сменилось пять судей. С приходом нового судьи дело начинают рассматривать с нуля. Это и затягивает процесс. К огромному нашему сожалению судебная тяжба длится до сих пор. События 2008 года, сейчас у нас 2021. В Нюрнбергском процессе разобрались за два года. Вторая мировая война оказалась легче кражи картины. Несмотря на все перипетии, связанные с картиной, в музее уверены. Уже скоро она снова станет частью экспозиции. И ценители искусства смогут вновь увидеть этот шедевр.